Крупная партия белорусской колбасы, завезенной в наш регион в середине ноября, была взята под контроль ветеринарной службы Рязанской области. Причиной столь кардинальных мер, по словам представителей Россельхознадзора, стало то, что в ходе проверки партии колбасы в документах не был проставлен штамп с пометкой «Груз учтен», что является злостным нарушением правил ведомства. То, раз в отношении продукции не подтверждено ее качество, ветеринарная и санитарная безопасность, эта продукция может быть небезопасна как человеку, так и окружающей среде. Эта информация уже успела устареть, как наверняка и сама колбаска. С 17 ноября 2014 года постановлением губернатора Рязанской области введены временные ограничения на ввоз сеноводческой продукции без согласования с органами ветеринарного надзора. Тем не менее, в нарушении указанных ограничений в Рязанскую область продолжает поступать продукция, в том числе и в Беларуси. При этом уже неоднократно выявлялись случаи обнаружения в продукции белорусских производителей генома вируса АЧС. В начале этого месяца ситуация повторилась. В региональное управление Федеральной службы по ветеринарному надзору поступила информация о том, что на прилавках продуктовой ярмарки в Петелинском районе вновь появилась колбасная продукция из Беларуси. На этот раз проверка показала присутствие в продукте вируса АЧС. При проведении входного контроля на ярмарке в районном поселке Петелина были отобраны пробы колбасы производства Беларуси, Мерский мясокомбинат, в которой впоследствии Рязанская областная ветеринарная лаборатория выявила геном вируса АЧС. Что хочется сказать об этом вирусе? Вирус АЧС не опасен для человека, для жизни и здоровья человека, но несет в себя огромный экономический ущерб. Поскольку в случае выявления данного вируса у свинопоголовья, свинопоголовье уничтожается в радиусе 20 километров. Данная продукция изымается и уничтожается в целях недопущения дальнейшего распространения вируса. Уничтожается путем сжигания. К сожалению, в случае не единичной, так и до начала декабря, также поступало в управление информация. Колбасная продукция была изъята и уничтожена. В связи с учащением случаев проявления белорусским производителям подобного рода халатности, ввоз их продукции на территорию нашей страны запрещен управлением Россельхознадзора до особого указания.